Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами вот такая интересная геометрическая задачка. У нас есть прямоугольный треугольник, площадь которого равна 30, и периметр тоже равен 30. И нам нужно найти его гипотенузу. Я вам покажу даже сразу не один, а несколько способов решения, и все они будут геометрические. Понятно, что можно обозначить как-то эти стороны А и Б, записать формулы для периметра, для площади, и решить систему уравнений. Но это неинтересно, как говорится, в лоб, это не наш метод. Итак, что мы можем с вами сделать? Мы можем вспомнить с вами такую чудесную формулу, что вот у нас вписанная окружность, да? Это вот радиус вписанной окружности. И формула, собственно, связывающая площадь и периметр. То есть у нас полупериметр, умноженный на радиус вписанной окружности, равен площади. Ну, что ж, из этого мы можем с вами найти, можем R. Так, R будет равен чему? Площадь, то есть 30, поделить на полупериметр. Периметр это 30, значит полупериметр это 15. А значит 30 разделить на 15 это 2. Значит, радиус, вот этот вот, он равен 2. Двоечка тут, двоечка тут, двоечка тут. И смотрим, у нас образуется вот этот вот квадрат. Маленький квадрат со сторонами 2. Так, а теперь вспоминаем, что у нас вот эти вот отрезочки равны. Значит, что? Значит, мы можем записать еще и по-другому. Смотрим, что у нас периметр вот этого треугольника равен чему? Он равен у нас 30, это по условию, да? А с другой стороны он равен у нас двум гептенузам. Вот одна и вот вторая. Так, 2 гептенузы это 2х. Так, плюс 2 двоечки, плюс 4. Отсюда мы можем сделать вывод, что х у нас равен 30 минус 4, деленное на 2. Получается 26 поделить на 2. 13. Вот получился ответ. Так, ну это только один из способов решения. Давайте попробуем решить эту же задачку немного другим способом. Возможно, он кому-то будет приятнее и интереснее, потому что, ну, мало кто помнит вот эту вот формулу, связывающую периметр и площадь через радиус вписанной окружности. Давайте поступим вот как. У нас с вами есть вот этот вот прямоугольный треугольник, и мы сделаем еще 4 таких дорисуем. Ну, грубо говоря, у нас получится квадрат с вами, так, который у нас будет 4 таких прямоугольных треугольника. Возможно, у меня получилось не совсем ровно, да, но мы понимаем, что вот это вот у нас х, это тоже х, это тоже х, это тоже х, и, значит, площадь вот этого вот квадрата, который не совсем похож на квадрат, но он квадрат, равна х в квадрате. Так, площадь каждого из этих треугольничков равна 30. Так, ну а дальше, я думаю, все уже догадались, что нужно сделать и что к чему. Итак, чему у нас равна будет площадь вот этого вот большого треугольника? Давайте обведем его. Вот он, большой треугольник, зеленый, да? Ой, треугольник. Квадрат, большой квадрат. Площадь чему ему его равна будет? Ну, во-первых, 4 площади вот этих вот треугольничков, то есть 30 умножить на 4, это будет 120, но запишем пока там. Плюс площадь вот этого квадрата. Плюс х квадрат. Так? Давайте теперь посмотрим, обозначим, например, сторону вот этого квадрата, большого, за а. Так? Тогда что мы можем с вами сказать? Что а равняется 30 минус х. Почему? Потому что периметр вот этого треугольничка у нас 30, а он состоит из двух катетов. Ну, допустим, если это катеты были бы В и С, то А это была бы сумма В и С, правильно? А периметр, он равен 30 и равен В плюс С плюс Х. А В плюс С это А. Значит, А плюс Х. И отсюда мы находим А. А равняется 30 минус Х. Ну, это если расписывать. А так вообще эти умозаключения, они довольно очевидны, их обычно даже не пишут. Итак, тогда площадь чему у нас будет равна? Площадь будет равна 900, потому что 30 в квадрате, да? Минус удвоенное произведение 30 на 2 это 60, допомноженное на Х, и плюс Х в квадрате. Смотрим. Вот у нас есть первая формула, и есть вторая формула. И там и там площадь большого квадрата. Раз левая часть равна, значит правая часть равна. И это очень удачно, потому что у нас и тут Х квадрат, и тут Х квадрат. Можно сократить. И тогда что у нас получится? 900 минус 60Х равняется 30 умножить на 4, 120. Таким образом у нас 60Х равняется 780. По нолику можно убрать. И тогда Х равняется 78 поделить на 6. И это легко считается, получается 13. Как видите, второй способ решения, и получается тот же самый ответ. Если вы решали алгебраическим способом, то у вас тоже должно получиться 13. Ну и собственно, мой вопрос к вам. Какой способ решения вам понравился больше? Пишите в комментариях. Возможно, вы расскажете и какое-то другое решение. Продолжение следует...